Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Итак, рейтинг недели по версии журнала «Звезда СКА» Пятерка самых ярких событий недели по версии тележурнала «Звезда СКА» Пятое место Финт недели в исполнении Виктора Тихонова в матче против Челябинского трактора Красивый финт Виктора Тихонова во втором периоде Ну вот когда-то такие приемы называли вертушкой Мальцева В гимнастике была вертушка Диамидова, а в хоккее вертушка Мальцева Похоже и очень красиво получилось у Виктора Тихонова Тихонов? Ой, как красиво! Четвертое место. Травма недели. В столкновении с соперником очень неприятное повреждение получает Вадим Шипачев Мне показалось во время трансляции, что все-таки было нарушение Если удар коленом, почему это так наказывается всегда очень строго? 5 плюс 20 и с возможной дисквалификацией на следующем матче Потому что травмы после удара коленом бывают очень серьезные И хоккеисты могут пропустить от 2 до 4 месяцев Но ведь удар коленом-то был! Похоже, что был удар коленом! Третье место. Пас недели. Игра против Адмирала Передача Ильи Ковальчука на Виктора Тихонова Единственная шайба в матче с Адмиралом была заброшена Виктором Тихоновым Но с передачей Ильи Ковальчука Причем я отметил бы этот пас капитана команды СКА Как очень оригинальный пас Ковальчук вошел в зону, попался на силовой прием Но все-таки устоял на коньках И дотягивался одной рукой до шайбы Дотянулся, одной рукой сделал передачу на Тихонова Очень удобную, очень хорошую Этот пас более характерен для игры в хоккей с мячом Ковальчук обыграл 1-2 гол Тихонов Тихонов, а все сделал Ковальчук Молодец, конечно, Илья Просто здорово Второе место. Гол недели Дебютная шайба Андрея Сигарева Это его самая первая шайба в розыгрыше Континентальной хоккейной лиги Вот надо же такое случилось Первая шайба в Континентальной хоккейной лиге И очень красивая В падении Но он вообще все сделал сам Он из угла площадки Обыграл двух защитников Вышел на ворота Бросил вратарь Отразил эту шайбу И уже лежа на льду Сигарев отправил шайбу в ворота Ну, где-то можно сравнить с голом Александра Овечкина Который тот забил несколько лет назад Внимание! В следующем выпуске проекта тележурнал «Звезда СКА» Смотрите портрет автора самого красивого гола недели Портрет Андрея Сигарева И, наконец, на первом месте нашего рейтинга Настоящий взлет четвертого звена СКА В двух матчах подряд на площадке Эффективно и уверенно играют хоккеисты Из четвертого армейского звена И забивают Сигарев, Скачков, Макаров Дважды в двух матчах подряд Вот она, настоящая, как говорят в спорте, глубина состава Даже великий тренер Майк Киннер Которого очень трудно удивить Проиграв СКА, заявил Я просто поражен тем, как здорово у армейцев Играет четвертое звено Вот так Вот вам, пожалуйста, четвертое звено Продолжая тему итогов хоккейной недели Нельзя не отметить, что, как всегда, очень полезно для команды играл нападающий Виктор Тихонов Например, именно он забросил первую победную шайбу в матче против Челябинского трактора Тихонов в составе петербургского СКА Играет уже третий сезон И надо сказать, что в Питере он чувствует себя как дома, без преувеличения Здесь живет его семья, жена, маленький сын Телевизионный журнал «Звезда СКА» побывал у Тихоновых в гостях Прямо сейчас на Сто ТВ Большой эксклюзив Смотри, внимание любит, да? Внимание очень любит Опа Ну Будем играть? Нет Поня, огонь нашли Маленький Лёва Тихонов еще толком не умел ходить Когда впервые оказался на льду в настоящих, хоть и крошечных, совсем хоккейных коньках Ну вот его конечки Ему Пейп ему нравился А потом, когда он вратаря, Женя на боку увидел в форме Он сразу испугался и все И забирайте меня, да? Смотри Кто это рок-стар? Ты рок-стар? Кто знает, может быть, лет через 15-20 все заговорят о четвертом уже хоккейном поколении семьи Тихоновых Но пока в центре внимания Лёвин папа Полный тезка своего знаменитого деда Виктор Васильевич Тихонов-младший Кашка масленька, бабушка добренька Виктор Тихонов, 25 лет Команда СКА, номер 10 Амплуа нападающий Рост 188 сантиметров Вес 85 килограммов Бронзовый призер молодежного чемпионата мира По итогам которого Тихонова признали лучшим форвардом турнира Был задрафтован в первом раунде клубом НХЛ Феникс Койотс В команде СКА третий сезон В прошлом сезоне стал лучшим снайпером Кубка Гагарина Когда на льду, надо уже выключать человека и включать зверя, можно сказать Тихонов родился в Прибалтике Жил и учился играть в хоккей в Штатах, в Финляндии, в Швейцарии Василий Тихонов, отец Виктора, тренировал команды по всему миру И его талантливого сына были бы рады видеть в молодежных сборных разных стран Но тут вопросов никогда не было Виктор и сам говорит, с такой фамилией играть только за Россию Гол! Тихонов! Часто общаться со своим знаменитым дедушкой, великим советским тренером Который много раз приводил сборную страны к золотым медалям Витя начал только в начале 2000-х Когда их семья после долгого перерыва вернулась на родину Я люблю, когда он на матче мой ходит И у нас с ним всегда такой период общения после матча То есть он зайдет в раздевалку, я его вижу, и мы отойдем в стороночку У нас минут 10, мы где-то обсуждаем матч после моей смены Евгения Тихонова отлично понимает, что такое серьезные физические нагрузки Сама много лет занималась балетом и единоборствами И даже в хоккей играла В общем, идеальная жена для хоккеиста А знаете, как он собраться? Когда он дерется с кем-то, там что-то... Не то, что дерется, а потом подъезд Он тебя так за руку держит У меня сразу за локти начинают Сейчас пойду Когда маленькая, для меня хоккей была сказка просто-напросто А когда я вот неожиданно начинаю встречаться с хоккеистом У тебя эта сказка немного в реальность совершенно другая получается Там было пару раз, когда просто его в борт прижимали И у него потом приходилось с такими большими синяками Просто смотреть, как он кирячется, поднять ребенка не может Да, тогда страшно А когда там идет один на один, там переговорки, перепалки Я знаю, что у него просто мозги есть, он туда не полезет Тихонов универсальный нападающий Может сыграть и в центре, и с краю Парадокс Внук и сын известных русских тренеров большую часть жизни провел за рубежом Но демонстрирует отечественную манеру игры Превосходная техническая оснащенность Хорошо играет в пас Одинаково и эффективно может действовать и в первом, и в третьем звене Отличная результативность Хорошо владеет клюшкой, да, у него хороший бросок Такой неудобный для вратаря бросок Понимает игру, поэтому с правильными партнерами вообще может раскрыться Виктор говорит, за все, что умеет в хоккее, за этот уникальный гибрид русского и североамериканского стиля Благодарить нужно его отца, талантливого тренера Василия Тихонова В августе 2013 года Василия Викторовича Тихонова не стало Трагически несчастный случай Ему было всего 55 лет Позитивный всегда Для меня первым делом тоже как тренер был То есть учитель, да, учитель, тренер Там все, что как бы в хоккее я в принципе сделал, это благодаря его И, ну, не знаю, то есть всегда с ним, когда находился, улыбка была На тебя Неожиданно Ура! Большой-большой-большой-большой Большой-большой-большой Лева Тихонов родился, когда его папе было всего 24 года Сам вроде бы почти мальчишка Но оказалось мягкий и улыбчивый Виктор Тихонов глава семьи Самый настоящий и папа прекрасный Мне кажется, он очень хорошо умеет распределять, где работа И работа следует на работе Когда домой, он домашний То есть у него, может, там, пока он переодевается, после игры там переживает Когда он до нас дойдет, у него совершенно другое настроение То есть он знает, что это нельзя приносить домой А когда выходит опять на лед, у него лицо сразу меняется Мы его называем Black Demon То есть черный демон Смотрите далее в тележурнале «Звезда СКА» Илья Ежов в рубрике «Человек недели» Разбираем игру армейского вратаря Успеть за два с половиной часа Все секреты хоккейного льда Первые бронзовые медали ленинградского СКА Константин Меншиков На телеканале 100 ТВ вы смотрите телевизионный журнал «Звезда СКА» И прямо сейчас рубрика «Человек недели» Сегодня подробно разбираем игру вратаря СКА Ильи Ежова Он неудачно начал нынешний сезон Было очень обидно Я был уверен в Илье Ежове Что он составит достойную конкуренцию Александра Салаку Но вот не получились первые матчи Возможно это связано с тем, что Илья пропустил определенный отрезок предсезонной подготовки В матче против Челябинского трактора Ежов провел на площадке 59 минут и 50 секунд По его воротам было совершено 23 броска Пропущенных ноль Во втором периоде, когда он отразил подряд 4 броска, но практически в упор Он лег, но лежа смог отразить подряд 3 броска Всего 4, а 3 он отразил лежа У него необычная школа Он же хоть и родился в Краснодаре Но воспитанник монреальского хоккея Звучит красиво Да, он действительно в 7-летнем возрасте переехал с родителями в Канаду И в Монреале делал свои первые шаги на льду Отбивает Ежов который раз Сошлюсь на мнение Сергея Наилевича Гемаева Он его часто очень критикует Из-за того, что Ежов выкатывается под бросок А отбивает шайбу перед собой И его обыгрывает Вот это не нравится Сергею Гемаеву Я, наверное, с этим мнением соглашусь Но я думаю, что это в прошлом уже Это в прошлом сезоне таких ошибок было довольно-таки много Особенно в плей-офф против Динамо И опасно Кузнецов Спасает свою команду Ежов Меня что поразило То, что он провел очень спокойный матч Он не прыгал, он не метался от штанги к штанге Он правильно выбирал позицию Я, наверное, считаю, что это воздействие работы с Ежовым Нашего тренера по вратарям Юси Паркева Передача! Костицын бросает! Еще бросок! Удивительно! Просто удивительно! Очень рад за Илью Ежова Он провел лучший матч в нынешнем сезоне И это, безусловно, доказывает, что у СКА есть два, ну, в принципе, равноценных вратаря Отличную игру провел Очень спокойно отыграл Вручал команду И что мне понравилось больше всего В концовке матча Хоккеисты понимали, что Ежов может сыграть свой первый сухарь в нынешнем сезоне И ложились под шайбу, ну, как говорят, пластались для того, чтобы вратарь этот сухарь заработал Ну, вроде бы, какая разница? 7-0, 7-1 А для вратаря сухой матч очень важен Это говорит о том, что очень хороший психологический климат в команде СКА Это очень приятно Это телевизионный журнал «Звезда СКА» Мы продолжаем выпуск и говорим об истории ленинградского хоккея 1971 год Самые первые медали, завоеванные нашими хоккеистами в чемпионатах Советского Союза Второй номер в составе ленинградского СКА Один из основных игроков команды Защитник Константин Менщиков Знаете, кстати, как Менщикова называл старший тренер Николай Пучков? Он называл его капиталистом Почему? Об этом в журнале «Звезда СКА» прямо сейчас И сходу бьешь Так Сходу бежишь и бьешь Так, молодец Внук Ванька готов часами играть в хоккей И с удовольствием слушает рассказы деда о его хоккейной юности Его знал весь Ленинград В конце 60-х Константин Менщиков был одним из самых популярных Одним из самых узнаваемых жителей нашего города Как и все звезды тогдашнего СКА Матч со счетом 7-0 Выиграли хоккейский спортивного клуба армии Ленинграда На нас шли, как в хороший театр Мы чувствовали вот эту огромную любовь города Шествие, когда мы обыгрывали «Спартак», «ЦСКА», «Динамо», «Крылья» Ну, московские в основном команды Просто шествие было Константин Менщиков родился в семье старшего тренера сборной Советского Союза По хоккею с мячом Жили в Москве Рядом соседи, друзья отца Звезды советского хоккея во главе со Всеволодом Бобровым Константин рос и делал первые шаги в спорте На глазах легендарного тренера Анатолия Тарасова Под руководством которого и работал в молодежке ЦСКА И прошел первоклассную школу Он первый сделал группу перспективной молодежи И, значит, те ветераны, которые приболели, получили травмы И вот представляете, я в одной паре играю с Сологовым Да, все его подсказки Вот у меня ободка на всю жизнь осталась, которую он мне показал Перейдя во взрослый хоккей Менщиков несколько сезонов отыграл в Калинине А потом переехал в Ленинград Где Николай Пучков строил новую команду Пучков жил, горел только хоккеем И требовал полной отдачи от всех игроков команды Он мог разбудить ночью в 11 Все, вот автобус, там шофер выночевал солдатик Садились и ехали Там ему идея пришла, игра в обороне Николай Георгиевич так говорил о хоккее Что ему сложно было не поверить И он заряжал своим оптимизмом, верой Игроки СКА были в центре внимания всего города Их носили на руках При этом жили они очень скромно Например, весь состав команды, 26 человек Занимал всего лишь две небольшие комнатки По 13 человек в комнате Железные солдатские кровати Похотажные? Нет, одноэтажные Но вот как раз первая кровать На эти житейские мелочи Никто в те годы внимания не обращал У команды был прекрасный тренер И была цель Еще недавно аутсайдер Ленинградский СКА на равных заиграл С грандами советского хоккея И в 71-м сотворил величайший миф Ленинградского хоккея Взял бронзу чемпионата Советского Союза Руководители команды нашли простой Но весьма действенный способ Как убедить парней Играть через немогу в каждом матче Нам так говорили Пучков И руководство клуба Ребята у нас Тогда не было слова спонсора Значит нам заводы Вот Светлана Там Красная Заря На двое Жигулей сядете Мы и за это играли тоже Машины за медали чемпионата Игрокам не дали Но так совпало Что Константин Меншиков Как раз в это время Скопил денег на автомобиль Он купил себе москвич И на этом москвиче Каждый день приезжал на тренировку Как раз за это Николай Пучков И дал ему прозвище Капиталист Капиталист Константин Меншиков Отыграл за ленинградские СКА В 8 сезонов На пике карьеры Его приглашали в свои ряды Сильнейшие команды страны И даже звал к себе в Динамо Старший тренер сборной СССР Аркадий Чернышев Но Меншиков Остался в Ленинграде И никогда об этом не пожалел Сейчас Константину Владимировичу Уже под 70 Но вся его жизнь По-прежнему связана с хоккеем Он продолжает судить Хоккейные матчи А все свободное время Проводит вместе с внуком Вместе они ходят на рыбалку Вместе играют в хоккей Ваня гордится Что у него такой замечательный И такой сильный дед На данный момент мы имеем лед После его интенсивного использования Этот человек уже много лет Вот так вот выходит на самый белый лед в стране С проверкой Сергей Ольховский Начальник службы инженерных систем Ледового дворца Работает здесь уже почти 15 лет Даже не с открытия Со времен строительства дворца Вот борозды оставлены коньками Видите Вот конкретно даже видно Небольшая борозда Их просто сейчас не очень заметно И вот эти эффекты мы исправим Эти самые борозды Почти незаметные непрофессионалу Обязательно нужно ликвидировать Любая неровность может привести К травме хоккеистов Лед должен быть идеальным Эти следы оставил уже воротарь Воротарь хорошо работает тут Вот видите сколько снеговой шубы От него образуется Между прочим тяжеленные Благодаря мышечной массе И экипировке хоккеисты Со льдом обращаются гораздо нежнее Чем например фигуристы Для сравнения Совсем легкий по хоккейным меркам Евгений Плющенко Может коньком выколоть 20 миллиметров льда 100 килограммовый Илья Ковальчук Не больше 6 миллиметров Вот только таких 100 килограммовых Одновременно на льду 12 человек Потому-то хоккейный лед должен быть жестче Точнее сказать холоднее на 2 градуса Но один всего лишь матч И совершенная ледовая поверхность Превращается в ледовые лохмотья Для того чтобы исправить этот лед И подготовить его к дальнейшему использованию Потребуется порядка 2-2,5 часов Сейчас Через 2,5 часа на этот лед Должна выйти тренироваться команда СКА И значит у команды инженера Ольховского Именно столько времени и не минуты и больше Для того чтобы снова сделать лед идеальным Работа состоит из 4 важных этапов Первая Обработка льда у бортиков Стоит машинка для подрезки Кромки ледяного поля У самого борта Вот она стоит Кажется ерунда Подумаешь бортики А нет Угол здесь должен быть ровно 90 градусов Чтобы игроки могли четко рассчитать отскок шайбы До начала тренировки остается 2 часа Теперь второй этап Называется Сухое строгание Сухое потому что в воду комбайны не льют А только срезают очень аккуратно с поверхности По полсантиметра льда каждый Точность математическая Так убирают малейшие неровности Для того чтобы подготовить поляну Для промывки и для дальнейшей заливки поляны водой Срезают вроде бы совсем чуть-чуть А снега со стриженого получается целый бассейн Час до тренировки СКА Этап третий Теперь лед нужно отмыть До того самого знаменитого кристально-белого состояния Кстати хоккейный лед по структуре не такой как природный Его намораживают тонкими слоями Фактически вручную Так лед получается гораздо качественнее В один из таких слоев зашита хоккейная разметка А в другой микрофоны телеканала 100 ТВ В этом месте должен быть поморожен микрофон для снятия звука Канал 100 попросил нас поморозить сюда микрофоны Для того чтобы был слышен звук Когда фигуристы, хоккеисты режут лед Это для эфира очень хорошо Тренировка вот-вот начнется Остается последний, четвертый этап Заливка двойная Каждый комбайн выльет на поле по три тонны воды И вода не какая-нибудь из-под крана Чтобы лед был абсолютно белым Воду на площадку льют только максимально тщательной очистки Из воды удаляются ионы, кальция, магния, железо Все не нужны нам примеси Потому что примеси дают цвет льда Если не будет примеси, лед будет белоснежный, блестящий Вот посмотрите на цвет Такую воду вы покупаете всегда в магазине Абсолютно чистая Нужно пить очень приятного качества И вот только теперь все Естественно, успели вовремя Площадка готова СКА выходит на лед В телевизионном журнале «Звезда СКА» в наших ближайших выпусках Мы расскажем еще много всего интересного о закулисье большого хоккея Ну а прямо сейчас, в завершении нашего очередного выпуска Традиционный конкурс, напоминаю Все вместе выбираем самую красивую болельщицу любимой команды Наш конкурс «Звезда СКА» продолжается И прямо сейчас следующие участницы Яна, домохозяйка, болеет за СКА четвертый сезон Ходит на все домашние матчи Любимый игрок Алексей Семенов Анна, молодая мама, недавно переехала в Ленинградскую область И очень рада тому, что у нее появилась возможность Посещать домашние матчи любимой команды Смотрите через неделю СКА-наука Что такое хоккейный ген? Андрей Сигарев Автор самого красивого гола недели В рубрике «Звездный портрет» Клюшки с историей Тележурнал «Звезда СКА» В гостях у коллекционера Сергея Афанасьева Загадка клюшки Валерия Харламова Это и многое другое Через неделю в тележурнале «Звезда СКА» на 100 ТВ А прямо сейчас в эфире «Большой хоккей» продолжается Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok